А ещё была попытка заставить меня выпить воду первозданного моря. Если бы не бдительность моего партнёра, возможно, я бы не разговаривала с тобой сейчас. Какая там бдительность, прожорливость. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить гейшен инфаркт. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании. Или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Нам к нему! Тири! Эй, Тири! Это я! О, что привело тебя сюда, Нави? Я слышал, ты прославилась в оперном театре. Ха-ха-ха! Ты уже слышал? Я ведь жандарм как-никак. Услышав твои слова, люди могут подумать, что меня отослали в Пуассон, чтобы избавиться. Ты не думаешь, что в этом есть доля правды? При обычных обстоятельствах разве тебя не должно были вызвать обратно в город? Ха-ха-ха! Я хочу сказать, что сам выбираю, где работать. Мне просто очень нравится атмосфера Пуассона. Господин Калас великолепно управлял городом. С нуля создал Спина Деросула и устранил множество препятствий на моём пути. Для меня было бы практически невозможно найти такую же лёгкую, но высокооплачиваемую работу в городе. Ладно, поболтали и хватит. Это твои друзья? Ты здесь по официальному делу? Да, они мои партнёры. Случившееся в оперном театре помогло нам понять, что дело Лини и дело моего отца могут быть связаны. Мы хотим заново расследовать старое дело. А, я понял. Ты думаешь, что теперь, когда мы знаем, что люди могут превращаться в воду, это может привести к чему-то большему, верно? Я тоже был потрясён, когда впервые услышал об этом. Если тебе нужны оригиналы документов по делу твоего отца, я могу помочь тебе в поисках. Я была бы очень признательна. Спасибо, кстати. У меня есть ещё один вопрос. У тебя есть полномочия распоряжаться жандарматонами? Конечно. Без них я бы не совладал с Пуасоном в одиночку. Но почему ты спрашиваешь? Мы не можем использовать их, чтобы получить больше доказательств по делу твоего отца. Дело в том, что не так давно в городе на нас напало полчища жандарматонов без серийных номеров. Гипотетически, если бы ты захотел предпринять что-то в отношении меня, всё, что тебе нужно было бы сделать, это стереть серийный номер жандарматонов и послать их за мной. Ха-ха-ха-ха-ха! Ты переоцениваешь мои способности! Распоряжаться жандарматонами – это совсем не то же самое, что контролировать их. Если провести аналогию, когда ты заказываешь блюдо, шеф-повар готовит его для тебя. Ты можешь попросить шеф-повара приготовить еду, но не можешь попросить его помассировать тебе плечи или отнести твои вещи. Если ты попытаешься выдвинуть необоснованные требования, шеф-повар, скорее всего, просто решит, что ты не в своём уме и проигнорирует просьбу. То же самое касается и жандарматонов. Стереть серийный номер тоже не так просто, как кажется. В этом деле много сложных этапов, и сохранить его втайне практически невозможно. Так что, могу тебе заверить, эти жандарматоны определённо являются частной собственностью. Они безумно дорогие. Поэтому, кто бы ни был их владельцем, он должен быть супербогатым или влиятельным. Или тем и другим. Раз уж ты об этом заговорила, то таинственный абсентионовый босс вполне может себе это позволить. Звучит разумно. Ха-ха-ха. Тогда ты точно вне подозрений, Кири. Ха-ха. Благодарю за доверие, Навиа. Ладно, шутки в сторону. Желаю успеха в вашем расследовании. Я пробыду здесь некоторое время, так что обращайтесь, если понадобится помощь жандармов. Окей. Так, куда дальше? Так, а как нам туда добраться? Наверное, отсюда. И теперь... Точно сюда? А, ну да, вот. Ведет меня. Опаньки, а что тут? Как обычно. О! Нашли. Дуроу? Приветствую. Чем могу помочь? Я здесь, и чтобы встретиться с господином Марселем, передай ему, что пришла Навиа. Конечно. Я немедленно сообщу господину Марселю. После непродолжительного ожидания Марсель спешно появляется. Навиа, здравствуй! Извини, что заставил тебя ждать. Я уже не так молод, и ноги меня подводят. Все в порядке, дядя Марсель. Не беспокойся. Я просто хотела вкратце обсудить с тобой произошедшее в оперном театре. Ты ведь тоже это видел? Да. Никогда не видел ничего более странного. О, ты тоже был в оперном театре? Да, я был там вместе с Навией на представлении иллюзиониста. Кто бы мог подумать, что оно превратится в мистерию убийства. Я также был свидетелем вашей изумительной работы по сбору информации. Ведьма впечатляющая. Победить гидроархонта в её собственной игре на её собственной территории? Так и вижу, как все обсуждают ваши подвиги за бокалом вино. Пайман не хочет быть предметом пьяной болтовни. Прошу прощения, такого же Фонтайн. Все любят драмы и наручатую театральность. Дядя Марсель, ты ведь тоже кое-что заметил? То, что люди могут растворяться в воде. Да. Мне сразу вспомнилось дело твоего отца. Вы его сейчас расследуете? Именно так. У меня по-прежнему нет веских доказательств. Но я чувствую, что противник начал действовать. Почему ты так говоришь? На острове Ириней на нас напали жандарматоны без серийных номеров. А ещё была попытка заставить меня выпить воду первозданного моря. Если бы не бдительность моего партнёра, возможно, я бы не разговаривала с тобой сейчас. Да какая там бдительность-то прожорливость. Ты слишком высоко нас ценишь. Разве не ты спасла нас? Увы, похоже, ситуация снова накаляется. Мир, к которому так стремился господин Калас, скоро канет в прошлое. Но не сомневайся, Навия. Пас, он всегда будет оставаться для тебя безопасным убежищем. Если станет страшно, ты всегда сможешь вернуться туда. Если кто-то осмелится поднять на тебя руку там, торговая ассоциация Кабриера использует все свои средства до последней монеты, чтобы привлечь виновного к ответственности. Спасибо, дядя Марсель. Но я не собираюсь скрываться. Я намерен наковать железо, пока горячо. У тебя есть какие-нибудь новые соображения по делу моего отца? Ммм, насчёт этого... Прости, а возраст даёт о себе знать, так что мне понадобится время, чтобы всё вспомнить. Пиздет. Торговая ассоциация Кабриера отвечала за проведение этого банкета. Поэтому я всё время отсутствовал и следил за тем, чтобы всё прошло гладко. У меня даже не было времени выпить с гостями. Потом раздались выстрелы, и... Ты знаешь, что было дальше. Всё в порядке, не надо себя заставлять. Мы поспрашиваем остальных, может быть, найдутся ценные подсказки. Хорошая идея. Скажи, если тебе понадобится мора. Я заработал своё состояние благодаря покровительству и поддержке колосса. Я потрачу любую сумму, чтобы очистить его имя. О, кишки. Ага, нам надо наверх. Блядь. Эти хуйни меня напрягают. Такое чувство, что они сейчас нападут. Ты... Мы поговорили со всеми тремя подозреваемыми. Если основываться на этих беседах... Никто из них не показался... Подозрительным. Мне кажется, что кто-то из них виновен. Если бы одного разговора было достаточно, чтобы раскрыть преступника... Мой отец не вёл бы расследование столько лет. Несмотря на то, что нам не удалось продвинуться в этом направлении... Всё же давайте обомщ... Обобщим. Что нам удалось узнать? С чего начнём? Мотив Жака. Ты права. Флоран упомянул, что Калас, вероятнее всего, оказался с оружием в руках только в силу обстоятельств. В этом есть смысл. По словам членов семьи Жака, прежде чем уйти из дома в тот день... Он сказал, что его раскрыли и что у него нет выбора. Предположим, он получил приказ от абсинтионового босса убить моего отца. Если бы он отказался и его семью... Его и его семью ждала бы смерть... Значит, Жак вострелил первым? Я бы вообще не стала стрелять на его месте. О, почему? Эмм... Он был... Был бы он в безопасности, покончив с Каласом. Был бы его семья в безопасности после смерти Каласа. О, это хорошее замечание! Жак, вероятно, понимал, что его просто используют как орудие убийства. И как только он выполнит свою задачу, он больше не будет полезен своему боссу. Поэтому более разумным в его понимании было бы отступить от приказа и искать защиту у моего отца. Похоже, всё пошло не так из-за кого-то третьего. В этом есть смысл, но без доказательств всё это лишь догадки. Помимо мотивов Жака, меня также беспокоит нападение жандарматонов. Очевидно, что враг стал нервничать после того, как секрет воды первозданного моря был раскрыт. Думаешь, он уже тогда знал, что мы будем преследовать его до самого конца? Вполне возможно. Судя по всему, что произошло с тех пор. Но кто из трёх подозреваемых имеет возможность контролировать жандарматонов, находящихся в частной собственности? Так, ладно, Тьери... Тьери? А чёрт его знает, кто из них. Тьери? Тьери, говоришь? Ты права. Он мог придумать, как передать жандарматоны для личного пользования. Но у меня не было ощущения, что он лгал, когда говорил с нами о жандарматонах. Я так же не думаю, что он смог бы сохранить в тайне подобную фальсификацию. Да, если бы он проводил манипуляции с мяками, простая инвентаризация позволила бы это выявить. Если жандарматоны были якобы потеряны, то выяснить, когда и как это произошло, довольно просто. Возможно, это был кто-то другой. Марсель? Дядя Марсель? Хм... А тёц очень доверял ему, и они вместе работали над многими проектами. Возможно, так он и познакомился с Жаком. А на средства торговой ассоциации Кабриера он мог позволить себе много жандарматонов. Но мне сложно в это поверить, ведь дядя Марсель был рядом с самого моего детства. Кроме того, разве это не означает, что он потратил много моря и сил на борьбу с собственной торговлей... Асин... Апсинтионом? Возможно, это был кто-то другой. Флоран? Флоран? Он был ближе всех к моему отцу, и, следовательно, мог узнать о его делах с Жаком. Но в роли советника Спина Дероссала он в основном занимается кадровыми вопросами и поддержанием общественного порядка, поэтому ограничен в финансах. Значит, он слишком беден, чтобы позволить себе механическую армию? Да, едва ли он смог бы отправить целую группу жандарматонов. Хм... Кто бы это мог быть? Я думаю... Эээ... Не связано... Флоран... Кири Марсель. На блядь! Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ готов заступиться за нови он да не знаю я ладно пусть марсель будет да если хорошо подумать дядя марселе в самом деле вызывают больше всего подозрений может быть мы упускаем других подозреваемых мелос не знал о том что люди превращаются в воду когда сузил круг подозреваемых до этих троих так мелос всегда было исключительно дотошным и его суждения о благонадежности того или иного человека всегда были справедливыми и взвешенными когда он излагал свои аргументы в пользу каждого из них его рассуждения звучали крайне разумно человек который осведомлен о внутренних делах спина диросула имеет средства чтобы нанять жандарматонов для убийства и обладает умом и проницательностью я не хочу в это верить но начинаю понимать как это может быть связано с дядей марселем он очень близкий тебе человек что ж помимо теории дома слова нас есть козырь в рукаве место производства абсинтиона мило сказал что идти прямо туда будет очень рискованно но у нас нет других вариантов нам потребуется гораздо более потребуются гораздо более вязкие доказательства прежде чем мы сможем предъявить обвинение нашему противнику в суде нави а вот то где я искал тебя ты ведь жандарм что-то случилось да почти сразу после вашего ухода пришли новости с острова эриний там проходит судебное разбирательство разве это не место это место не было построено специально для того чтобы проводить там судебные разбирательства что в этом особенного я знаю знаю но они сказали что подсудимый предвестник фото и по имени тарталья чайлд ты слышала о нем да это наш кент братан мы знакомы возможно и чересчур близко знакомы да чё ты ноешь ему предъявляют обвинение как истинному виновнику исчезновений это ж полный абсурд не находите но как он никак не связан ни с одним из наших расследований именно поэтому я подумал что это странно и сразу же сразу же примчался сообщить вам эту новость а как то нас нашел если обвинение против него останется в силе то будет практически невозможно убедить жандармов поддержать любое из наших расследований правильно потому что они будут думать что уже нашли виновника да и тогда очистить имя господина колосса будет гораздо сложнее я понимаю что по твоему мнению мы должны делать дорогой партнер у нас до сих пор нет убедительных доказательств предлагаю разделиться разделиться что ты имеешь ввиду я смотрю на эти ляхи на эти эти как-то приелись уже ты можешь про я уверена в своих способностях чего еще ждать от моего партнера поскольку речь идет о деле об исчезновениях внимание преступника будет полностью приковано к острову и риней в результате чего его база останется без присмотра да это прекрасная возможность хорошо так и поступим я задержу их в оперном театре и выдвину обвинения против марселя но у меня не будет шансов добиться приговора если мы не найдем новых доказательств вы должны успеть вернуться и передать мне неопровержимые улики можешь не ссадь об этом мы поможем тебя как ты помогла нам раньше демозы прошу позвольте нам пойти с вами я готов милость сильвер что вы здесь делаете мы слышали что вы покидаете послан и решили что вам может понадобиться наша помощь мы надеемся что вы будете чувствовать себя более уверенно если мы будем рядом большое спасибо тогда давайте поспешим на остров и риней пойманки лакира увидимся в оперном театре скоро увидимся ты где-то 3 а или нас прям перенесет раз ноги отправилась на остров и риней то и нам пора в путь а стоп нам не не линии нам сюда согласно информации милуса фабрика по производству абсинтиона находится под водой пойдем и попробуем найти вход да ёбаный это в рот лучше а туда телепортнуться нельзя 1 а хотя это тут рядом смысле а чё ещё за я что-то вроде все выполнил ну ладно давай наконец-то нашли это вход который ведет на фабрику по производству абсинтиона на вид ничего необычного да но я уверен что внутри мы найдем нечто необычное ты права в таком важном месте наверняка есть масса мер защиты и механизмом наверняка сейчас ведет бурную полемику чтобы потянуть время так подожди а куда мне типа и сюда надо блять жди я нечаянно тут собрал бля игра я я тени хуя не понимаю как туда попасть чтобы устанавливать чтобы устанавливать а стоп мне это мне в оперный театр надо а чё поменялось я ж приплал тут что-то исследовать я блять как-то нихуя не понял чё за дерьмо произошло блять ну ладно и в ёперный театр так в ёперный театр зачем мы туда плавали ай блять я нечаянно всех голубей распугал почему то исследование скипнулось чё произошло вообще или таки надо ни хуя не понял ладно похоже мне придется повторить свой вопрос господин тарталья вы согласны с обвинением в том что вы стоите за исчезновениями честно говоря я не понимаю сложную садебную систему вашей страны и причину по которой меня обвиняют в том о чем я никогда не слышал однако я слышал что люди которым предъявлены обвинения могут принять участие в дуэли чтобы очистить свое имя это правда таким образом я призная обвинение если я признаю обвинение я смогу сразиться с судебным дуэлиантом дуэлиантом клариндой верно должен признать что это одно из самых заманчивых предложений которые я когда-либо получал когда я провел с ней спарринг в прошлый раз она явно сдерживалась это меня очень разочаровала ты что не понимаешь главный подозреваемый по громкому делу но это не то место где следует искать драки ооо похоже гидроархонт хочет прочитать мне лекции об оперном театре тогда почему бы архонта не вызвать меня на дуэль я из тех учеников которые лучше всего усваивают знания в полу битва а не-не-не-не я не это имела ввиду увы похоже что разговор с подозреваемым продвигается плохо и мы добились очень незначительного прогресса в таком случае позвольте мне снова объяснить все с самого начала цель этого процесса определить виновного в деле об исчезновении но не имеет к этому дела никакого отношения вы взяли не того на что происходит почему она снова вмешивается я же говорил что это не может быть один из предвестников фотою госпожа навия вы уже второй раз прерываете судебное заседание в прошлый раз я терпел ваше поведение только потому что вы смогли предоставить суду ключевого свидетеля но это не было исключением но это было исключением а нестандартным регламентом судопроизводства я вполне могу обвинить вас в неуважении к суду за ваше вмешательство неужели вы думали что я хоть немного уважаю бессмысленные театральные постановки этого заведения мы можем отложить эту дискуссию на время я здесь не для того чтобы спорить с вами я здесь все чтобы предъявить обвинение истинному виновнику дела об исчезновениях если мое обвинение останется в силе то невиновность тартальи будет доказана по умолчанию верно о юная девушка ворвалась в процесс и предложила очистить мое имя как очаровательно но мне все эти правила и процедуры уже наскучили до смерти так что я приму твое предложение итак ваша честь от меня больше ничего не требуется вы можете пока занять место в зале суда в зале но это не значит что подозрение с вас снято итак госпожа навия кто-то человек которого вы хотите выдвинуть в качестве обвиняемого кто это бай марсель марсель глава торговой ассоциации кабриера а что за ассоциация блять ассоциации никогда о них не слышала я слышал но разве они не являются родственной организацией спина деросула о это как будто брат пошел на брата позвольте напомню напомнить вам госпожа навия что предъявление обвинения очень серьезное дело обязательство по обвинению также означает принятие на себя связанные с ним юридической ответственности если в конечном итоге обвинения окажутся необоснованными то в зависимости от обстоятельств вы понесете ответственность задачу ложных показаний теперь когда вам это известно вы по-прежнему придерживаетесь своих показаний и обвиняете этого человека да в таком случае я провозглашаю обвинение правомерным госпожа навия и ее представители пожалуйста займите свои места в зале суда жандарма я прошу вас немедленно связаться с господином марселем чтобы он мог предстать перед судом через некоторое время на трибуну приводят шокированного шокированного и растерянного марселя господин марсель вам не потребуется представитель все верно ох прошу прощения все случилось так быстро я до сих пор не разобрался что происходит думаю адвокат не понадобится наверняка между мной и навией возникло простое недопонимание очень хорошо в таком случае поскольку обе стороны присутствуют в зале госпожа навия пожалуйста представьте свои обвинения я хотела бы вернуться на три года назад к делу каласа бесчестного только разобравшись в этом деле мы сможем соединить и все точки в деле об исчезновениях навия ты действительно думаешь что это я убил твоего отца да ладно зачем мне это делать калас был моим благоетелем вспомним мы с тобой прибежали на место преступления после того как услышали звук выстрела если этого достаточно чтобы сделать меня подозреваемым разве это не сделает подозреваемыми и всех присутствующих на банкете я думаю что сейчас нет смысла вдаваться в подробности зрители еще не видят общую картину даже я с трудом вспоминаю некоторые детали этого дела совершенно верно ваша честь чтобы разъяснить суть своего обвинения и аргументацию следует напомнить присутствующим суть того дела очень хорошо в таком случае я перескажу выводы по этому делу в том вире в котором они были первоначально записаны палатой жординаш да ебать же тебя в рот в день убийства спина дироссела устроила большой банкет в загородном поместье принадлежащем торговой ассоциации кабриера во время банкета все присутствующие гости услышали два выстрела во дворе когда гости прибыли на место происшествия они обнаружили что главный подозреваемый колосс держит в руках пистолет а его знакомый жак лежит на земле скончавшийся от огнестрельного ранения в ходе расследования жандармы не обнаружили на месте преступления другого огнестрельного оружия в результате они пришли к выводу что первый выстрел подозреваемого не попал в цель а второй оборвал жизнь жака подозреваемый не стал оспаривать это заключение а также отказался от защиты в суде вместо этого он решил доказать свою непричастность к преступлению на дуэли в ходе последующей дуэли колосс был побежден задебным дуэлянтом клариндой и вскоре скончался от полученных ранений таковы основные сведения по делу а мне сейчас оспаривать единственным у кого был мотив для убийства был жака не мой отец и даже в этом случае у жака не было причин нажимать на курок на самом деле третий человек сначала стрелял в жака а затем был застрелен моим отцом когда тот выхватил у него пистолет после этого истинный виновник превратил третьего человека в воду уничтожив все следы его пребывания на месте преступления спасибо за изложение верховный судья безусловно заключение жандармов показалось нам в то время вполне разумным однако теперь когда мы получили новую информацию о свойствах воды первозданного моря это дело следует пересмотреть в день убийства банкет давай я сначала про пистолет Так, протокол по делу колосса, два выстрела. Так, хорошо, наверное, начнём вот с этого. Нет? А-а-а. Слушай, а если вот сюда в воду? Ну, на месте преступления была найдена одежда. Тогда жандармы полагали, что Жак использовал её для маскировки. Однако теперь стало ясно, что одежда была доказательством того, что на месте преступления был третий человек. И что после совершения убийства его растворили. Поскольку в тот день шёл дождь, и преступник был уверен, что дождь смыет все следы его растворившегося сообщника. Отлично. Так, два выстрела. Расправился с предавшим его Жаком, но какие отношения связывали их на самом деле? Ты... Семья? Да! Показания семьи жертвы подтверждают, что у Жака были мысли о расправе над Каласом, когда он направлялся на банкет. Однако он не стал делать этого, а наоборот, рассказал обо всем Каласу в надежде на его защиту. К несчастью для Жака, преступник предусмотрел эту возможность и послал другого убийцу. Ей! А это ещё не всё? Подозреваемый не стал оспаривать это заключение... Бла-бла-бла... Так, торговая ассоциация... Нет... Так... Ха-ха-ха-ха. Эпсентионом не оставляю следов. Нет. А? Этот убийца сначала выстрелил в Жака, затем повернулся, чтобы выстрелить в Каласа. Ну, а Калас выхватил у него пистолет и выстрелил. Понял, это преступник растворил наёмного убийца, заставив всех поверить, что Калас виновен в убийстве Жака. Вот что произошло на самом деле. Эй! Опровергнуто. Вот оно как. Вы хотите сказать, что все эти годы кто-то использовал чрезвычайно опасную воду первозданного моря? Отличная теория. Она также объясняет мотивы Каласа и Жака. Они не стреляли друг в друга. Господин Марсель, именно вас обвиняют в преступлении. Вы должны предоставить опровержение, если хотите доказать свою невиновность. Я думаю, что я согласен со всем, что Наря только что сказала. На самом деле, в её выступлении не было ничего, что напрямую указывало бы на меня. Тогда могу я задать несколько вопросов? На мой взгляд, прежде всего, нужно установить две вещи. Во-первых, у вас есть доказательства, подтверждающие ваше утверждение? Боюсь, что нет. По крайней мере, не в этот самый момент. Ха-ха-ха! Если нет доказательств, просто иди домой! У меня с собой нету лек, но я знаю, где их можно найти. Если мы сравним брошенную одежду с данными о людях, пропавших примерно в то же время, мы сможем найти совпадение. Принимая во внимание дело об исчезновениях, жандармы, вероятно, вели тщательный учёт всех пропавших без виски в то время, независимо от возраста и пола. Ну, в этом есть смысл. Миссия Нювилет, я считаю, что это обоснованное направление в расследовании. Почему мне кажется, что Фурина сегодня ведёт себя несколько иначе? Может быть, она боится снова опозориться? Или же она стала более осмотрительной после того, как на последнем процессе обвинила невиновного гражданина? Мой второй вопрос связан с последующей дуэлью. Если бы всё действительно было так, как вы описали, тогда почему господин Калас не дал объяснений в суде? Если бы он дал показания о том, что человек был растворён, он мог бы по меньшей мере выстроить линию защиты? Я тоже думала об этом, и ответ на самом деле довольно прост. Он чувствовал, что есть более значимые для него вещи. Растворяющая сила воды первозданного моря – важный секрет для истинного виновника в деле об исчезновениях. Мой отец смог бы выставить его на всеобщее обозрение, но предпочёл унести знания с собой в могилу. В то время спина Дерусоло находилась в плачевном положении, и её репутация была подорвана. У него не было никакой уверенности в том, что раскрытие, правда, позволит привлечь виновного к ответственности. Но с уверенностью можно сказать, что это было... что это... нарисовало бы гигантскую мишень на моей спине. Босс как-то сказал мне, что, думала, Зель выбрали в качестве следующей цели. Что? Если бы тайно стало известно, преступник немедленно начал бы открытую войну со спиной Дерусоло. Не только я оказалась бы в опасности, все мы могли лишиться жизни. Разумеется, впоследствии жандармы могли бы выяснить правду, и прийти к выводу, что мы были правы. Но что бы это дало? Как подобный вердикт, мог бы кого-то защитить. Если бы этот оперный театр внушил моему отцу хоть какую-то уверенность в справедливости, у него не было бы причин для создания спина Дерусоло. Но храня молчанием, мы сохранили возможность сдерживать наших противников и поддерживать отовую ситуацию. Я стала главой спины Дерусоло, что сделало меня более трудной мишенью и дало мне больше времени для роста и развития. И как только я выясню правду и приму вызов, я сделаю то, что не под силу этому оперному театру. Я установлю истину и восстановлю честь отца. Не так, вы хотите сказать, ваш отец планировал умереть на арене? Верно. Есть доказательства? Конечно. Для этого достаточно опросить его оппонента, Кларенду. Мне не нужно ни ваше извинение, ни ваше чувство вины, ни ваша тайная поддержка. Вы не обязаны ничего делать ради меня. Но поскольку он верил вам мою... свою судьбу, Кларенда, вы должны рассказать нам правду о его жертве. Итак, можно ли предположить во время дуэли, что Калас намеревался умереть? Да, у меня были такие предположения. Как судебный дуэлянт, я провела множество поединков и забрала бесчисленное количество бесславных жизней. За время работы я видела самых разных людей, которые были готовы отдать все ради слабой надежды на продолжение жизни. Одни были решительными. Решительными. Другие страстными. А некоторые даже безумными и одержимыми. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, надеется дуэлянт выжить или хочет умереть. Клянусь своим именем и честью судебного дуэлянта, что господин Калас и не думал уйти с ринга живым. В таком случае у меня больше нет вопросов. Похоже, появились светские основания для возобновления дела. Согласен. Однако, госпожа Наби, вы таки не объяснили связь между делом вашего отца и делом об исчезновении. Точно! То, что она сказала, было увлекательно, но не совсем по делу. Подождите, мы разве не обсуждаем дело об исчезновениях? Конечно, ваша честь, эти два дела связаны с собой, между собой, фактором времени. В случае с моим отцом, преступник намеревался убить Жака и Каласа. Он планировал действовать, как только услышит два выстрела. А под конец судебного провала, блядь, процесс она длиннее, преступник растворил жертву на глазах у всех, только потому, что понял, что рискует быть опознанным. Преступник мог так точно рассчитать время только в том случае, если находился на месте преступления. По стечению обстоятельств Марсель присутствовала на банкете и в суде. Так вот, откуда эти подозрения? Так вот, почему откуда эти подозрения? О, даже выслушав доводы, я по-прежнему нахожу их абсурдными. Но я уже привык к этому. Новия всегда была импульсивным и сентиментальным ребенком. Это одна из ее самых привлекательных черт. Не нужно взывать к чувствам. Я не буду пытаться опровергать ваше утверждение. Но даже если бы все сказанное было правдой, сможете ли вы доказать, что я был единственным человеком, который присутствовал в обоих местах? Кроме того, неужели для контроля времени необходимо физическое присутствие человека? Разве не может кто-то следить за местом или прослушивать его? Хм. Ух, даже не знаю, что на это можно ответить. Я знаю, что даже несмотря на это, вы можете придумать, что при дальнейшем раз... расследовании сможете сократить список подозреваемых. А, вы можете подумать, пока у списка не останусь только я. Ох, кому не будет хотя бы немного больно от обвинения в отцаубийстве со стороны девушки, которую он считал родной дочерью. Но если я буду все отрицать, вы подумаете, что я не забочусь о ваших чувствах. Что ж, позвольте дяде Марселю преподать вам еще один урок. Знаете, в чем состоит самый большой недостаток ваших рассуждений? И в чем же? Во времени. Я занимаюсь торговлей. По этой причине у меня нет причин похищать молодых женщин. Это рискованное действие, которое не солит выгоды. Кроме того, в молодости я покинул свой дом в Снежной, чтобы приехать в Пуасон и заняться торговлей. Мой бизнес стал просветать только под покровительством Каласа. Но исчезновение начали задолго до того, как я пересек граница Фонтейна. Ага. Простите, демоазель, это моя ошибка. Нет, это не твоя вина. Я уверена, что он подготовился. Хотите сказать что-нибудь? Не хотите ли вы сверить доту моей первой лицензии на ведение торговли с первым известным случаем исчезновения? Вы также можете посмотреть мои записи о пересечении границы или спросить моих друзей и родственников, когда я впервые покинул Снежную. Возможно, эти записи и свидетельства могут хоть как-то уменьшить неописуемую боль в вашем сердце. Похоже, она ошиблась. Такими темпами Нави осудят за ложное обвинение? Я думаю, что вы проделали великолепную работу по анализу чувств вашего отца заперёк, когда он приближался к своей концу своей жизни. Но вам не кажется, что сейчас вы действуете против всех его желаний и ожиданий? Он хотел, чтобы вы стали более рациональной, собранной и ответственной, они зацикливались только на своих чувствах. Как только вы научитесь быть более внимательны и к чувствам других людей и перестанете бросаться в дело с головой, вы оправдаете большинство его ожиданий. Но это дело давно перестало касаться только меня. Самое большое различие между мной и жертвами в том, что у меня есть возможность искать правду, в то время как они давно лишены ее. Люди, чьи семьи были разрушены в результате злоупотребления абсентионом. Люди, потерявшие своих блеских в результате исчезновений. И люди, пережившие трагический конец из-за своего чувства справедливости. У меня перед глазами стоят образы многих людей. Я уверена, что некоторые из них предстают и перед зрителями в зале. А о ком ты подумал, Марсель? На человека... О человеке по имени Вашар? Вашар. О. Хм, значит, тебе знакомо это имя. Я просто удивлен, что ты вдруг назвала имя человека, о котором я никогда прежде не слышал. Я ожидала этих слов. незадолго до этого входа на фабрику по производству Апсиньона. О, мне наконец-то проход открылся. Ну, значит, будем тут что-то исследовать, но давайте этим заниматься уже в следующий раз. А сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Апсиньона.